Исследователь глубин человеческой души Мы проходили это произведение в школе И с самого первого урока меня заинтересовало само название Оно даже, можно сказать, заинтриговало И я хотела узнать, в чем состоит суть Меня привлекло в этом произведении говорящие фамилии У главного героя Раскольникова есть значение его фамилия Раскол, раздвоение И это говорит, что этот человек жил двойной жизнью Он хотел казаться лучше, но он сам понимал, какой он на самом деле Он сам себе, своей безобразной мыслью, своей теорией И хотел доказать, что он не вож, что он не дрожащая тварь, а великий человек Он сравнивал себя с Наполеоном И очень трагична его судьба в этом отношении Я сочувствую его судьбе И это произведение, оно актуально и в наше время Потому что мы можем и в жизни встретить людей, которые просто хотят Просто чего-то желают совершить великого в этой жизни Но для этого осуществления они делают совершенно ничего Вообще, я изначально, когда начала только читать эту книгу Мне показалось то, что Достоевский, он, это безумный человек Он пишет страшные вещи, страшные пороки И это и завораживает, и как-то отдаляет Просто некоторым даже не то, что неприятно представлять вот эту картину убийства Им даже неприятно какие-то строки читать Но если узнать тонкости, вот все тонкости этого произведения То можно сказать, что это произведение «Преступление и наказание» Имеет мировое значение И раскрывает глобальные сферы жизни Наполеон его ужасно увлек То есть, собственно, увлекло его то, что очень многие гениальные люди На единичное зло не смотрели, а шагали через, не задумываясь Он, кажется, вообразил себе, что и он гениальный человек То есть, был в том некоторое время уверен Он очень страдал, и теперь страдает от мысли Что теорию то сочинить он сумел А перешагнуть-то, не задумываясь И не в состоянии стало быть человек не гениальный Федор Михайлович Достоевский «Преступление и наказание» Я рекомендую ее по прочтению Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова